Зеленый. Удача нам прям сегодня улыбается. Почти. Всем здарова. Меня зовут Данил. И вы попали на новое видео по игре Мотор Депут. И сегодня у нас, ребята, КАМАЗ 54-115. Легендарный КАМАЗ из сериала Дальнобойщики. Ну что ж, друзья, я думаю, вы узнаете все этот КАМАЗ. Мотор Депут, он очень популярный. И, конечно, я его решил сегодня взять. Конечно, с другим прицепом, не с беленьким. Но в сериале он был тоже с таким прицепом. Характеристики. Масса 7 тонн. Максимальная скорость 90. Мощность 240 лошадиных сил. Грузоподъемность 20 тонн. Работа 20-23 тысячи. Автовоз 26 тысячи. Опасный груз 26 тоже. Ух ты, когда ставим опасный груз, я не видал, что наклеечка есть такая. Но мы сегодня, как я уже раньше сказал, поставим с вами обычный вот такой вот синенький прицеп, который был в сериале главных героев. И все, тюнинг никакого нацеплять не будем. Я на него уже все, что можно, сделал еще давным-давно. Поехали загружаться. Мы сейчас с вами загрузимся. И поедем, наверное, в Лаптары. Вот в таком вот замечательном Камазике. Да, лайки ставьте за такой Камазик. Так, берем. Лаптары. А, не, стоп. Нам надо взять загрузку. Не поняла, что нет загрузки нашей. Серпово, Нема. Раньше был. Нет, давайте мы сегодня не поедем туда-туда далеко. Погнали в Маскогазы тогда. Да, давайте в Маскогазы поедем. А я думал, есть. Видимо, убрали загрузку. Ну да, убрали. А мы с вами на Мазе... Не, мы с вами на Мазе в Адлине ездили. Угу. Ну, ладненько, поехали. Че? Скорость максимально 90. Но я на этом Камазе... Я думаю, все на нем уже 100 ехали. Я думаю, на нем 100 будет довольно-довольно легко. И нормально ехать. В принципе. Погнали. Будем соблюдать сегодня правила. Постараться не попадать в аварии. Сейчас, если будет красный, все как надо. Будем стоять. Вот красный. Стоим. О, зеленый. Прямо как я подъехал. Вот прям светофору первый меня порадовал. Теперь главное себя аккуратненько повести на дороге. И соблюдать правила дорожного движения. Что я вам советую. А то мы с вами гоняем, да. Ну, конечно, трафик мы будем обгонять по обочине. Потому что он, извините меня, сущий медленный. Придется, к сожалению, ну, трошки понарушать. Но не до такой же степени. Тем более, КамАЗ наш не суперскоростной. Вот 90 он уже свои взял. Поэтому сильно много мы на нем не проедем. Да. Да, да, да. Ничего, ничего. Проедем в следующий раз. Ехать 7 километров. Ну, не так вот, конечно, и долго. В обратную сторону, я думаю, около 20, там, может, 30 минут, 25 с вами мы. И ушатаем. С вами, главное КамАЗ не ушатать. Тогда будет все прекрасно. Да, такой замечательный КамАЗик у нас. Смотрите, просто. Ух ты. КамАЗик замечательный. Авария плохая. Вот уже, ребята. Мне, наверное, в начале видео не стоит говорить об авариях. Потому что я, как только скажу, я сразу попадаю в эту аварию. Вот взял тоже, знаешь, полюбовался КамАЗом и попал нафиг в аварию сразу же. Давайте приблизим, глянем еще на эту красоту больше. Так. А давайте скрин сделаем. Все, отлично. У меня картиночки. Так, ну а теперь газуем. Все. Че мы стоим? Погнали. Все-таки еще ехать и ехать. Тут в подъемы едем. Просто когда спуск встречается, я думаю, наш КамАЗ до 100 разгоним. Пока, ну сколько, ну 90 мы ехали. Итого раздвало попасть в аварию. У нас уже был КамАЗ. Кто не смотрел, пожалуйста, оцените. Это КамАЗ. Мы на нем снег чистили. Это 53212 вроде был, да? Вроде бы такой был. Насколько я помню. Вполне скорость у него такая же была, но там мы за тригородцами не ездили. Мы только по городу снежок чистили и все. Ну, довольно комфортная скорость для города. У него, кстати, мы уже с вами соточку. Где-то 97-95 может. Я думаю, соточка будет. Соточка есть. Все равно. Можно посчитать. Посчитать. Отлично. Ну, в принципе, замечательный че. Че-че. Вот как я и говорил, мини всякие такие спуски, подъемчики нам позволят разогнать наш КамАЗ чуточку больше. А именно под 100. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж такое? Ну, нет. Ребята, уже в серии без аварий, к сожалению, не удалось. Нарушали, как все нарушали мы с вами в прошлые разы. И этот раз, конечно, на КамАЗе не исключено. Как вы помните, мы с вами на том КамАЗе тоже нарушали. Выскочили на светофоре. Влетели в гомновозку. И получилось то, что получилось. Ну, получилось. Не очень хорошее, конечно, дело. Не из лучших. Ну, тем временем, нам уже ехать. 4 километра. Это уже расстояние все меньше и меньше. До Москогаза мы едем, да. Это мы, по идее, едем еще тока-тока на загрузочку. И после того, как мы загрузимся, поедем обратно уже на выгрузку. В принципе, у нас всегда на МАЗе ездили, на КамАЗе. Я думаю, здесь принцип работы, что на МАЗе, что на КамАЗе, они на тот же не различаются. Вот мы с вами проезжаем Ведоватого, на Селеный пункт. И следующее будет МАЗе. Или еще там должно что-то быть, да. Так вот мы сегодня все-таки объедем. Ого. Даже видите, мы просто пробочку, можно сказать, скоротели, да. Про что я вам и говорил, приходится обгонять трафик таким нелепым способом, потому что на встречке не всегда сможешь обогнать по-правильному. И встречка может приехать. Это, наверное, самое распространенное. Ну и трафик никак не отрегулировать. И он показывает себя, как только можно, медленно-медленно едет. Давайте еще с вами отдалим камеру, чтобы было нормально. Кстати, не очень удобно от такого лица ехать. Лучше от вида с салона ехать. На грузовиках, как мы с вами замечали, на МАЗе, на КамАЗе. Из салона самое то. Самое то. Я не помню, есть у нас там еще какой-то населенный пункт. Потому что ехать уже 2 километра. Так, дворнички, отлично. Можно сказать, протерли свое окно от пыли впереди идущих машин. Ой-ой, аккуратно. Хорошо, что до мостика успели проехать. То иначе было бы... Было бы не очень. Как мы так однажды с вами нам исключили на Жигуле, не помню. Не успели проехать, да, и на мостику разложились прям. Ну, это вот, конечно. Такое дело. Не из лучших, не из лучших. Да, вот мы какой-то еще населенный пункт проезжаем. Не буду открывать лишний раз карту, терять управление. Как-то он там называется. Не помню его название. Ну, как-то там... Паранда... Не, не Паранда, а может Паранда, я не знаю. Что-то, по-моему, на П. Может написать в комментариях, если, конечно. Помнит ее наизусть. А не все тут наизусть, помню. Но некоторые могу сказать. У нас ведь так опасная ситуация рисуется. А мне еще карту открывать и еще эту ситуацию усложнять. Не, не. Давайте будем с вами без карты пока. Проедем. Тем более, дорогу до Москвы, я знаю, прямо едешь. И это самый, можно сказать, последний поселок перед трассой. Трасса, которая ведет в Атлин и в Лапторы. Да, я хотел, собирался я с Лапторов поехать. Но думаю, я загружусь, в Лапторы приеду и там закончу. А, ну, оказывается, у нас, я забыл, убрали загрузку с Серпова. Только мы туда выгружаться можем. Кстати, очень и очень плохо. Не знаю, может в обновлении вернут. Ну, не знаю, по мне. Можно было и там, и там бы загружаться. Иначе, что мы не можем загрузиться. Вот это меня прям огорчило. Планировал совершенно по-другому я сегодня провести эту серию. Но ничего. Я и Варе не планировал, они у нас происходят. На таком замечательном КамАЗе. Так, успеем проскочить? Нет, нихера, не успеем. Ой, ё-май. Угу, спасибо. Погнали. Не успели мы с вами, к сожалению. Не успели. Да, ладно. О! Отвести груз в заданное направление. Я так понял, это заданное направление. Это... Да, Стерпов и... Склад как раз, в принципе, ничего нового. Вот, Озерцово это называется. О! Я тут на П уже что-то начал придумать. Это у нас Озерцово. Сейчас, главное, опять не попасть. Давайте быстро вырулим. То пока повернешься, уже можно и в остановку улететь. Ну, так тут, к сожалению, настроено. Все, поехали. Все, поехали. Ну, недолго мы сюда ехали. В принципе, я не собирался долго ехать. Примерно 20 минут в одном направлении до Лапторов. Но оказалось, все намного-намного это. Хуже ехать в Лапторе, чтобы только загрузиться и потом с этим грузом ехать обратно в Серпов мне как-то не хочется. Поэтому я и выбрал решение ехать в Маскогазы. Там, по-моему, Емангаши были ближе. Ну, или Емангаши, как они так называются. Ближе. Ну, поедем сюда, может. Я думаю, разницы нет, что дать, что дать. Тем более, мы на КамАЗе. КамАЗ у нас много не поедет. Тем более, так. Оно настроено все. Так. Господи, какая вторая? Зачем мне вторая? Нам и пяти хватает. Вторая мне, спасибо, не надо. Так, уже понял. Мы не на тракторе каком-нибудь, да, или там не на ПАЗе. В 682-м, где там две передачи, по-моему, идут. Надо будет, да, когда-то до автобуса добраться. Вот на обновление. Там же новый ПАЗик будет. Плюс обновленный ПАЗик. Как раз мы с вами посмотрим и рассмотрим, что же это за, можно сказать, автобусы такие интересные будут. И что вообще будет в обновлении. До сих пор она у нас не вышла. Но не расстраиваемся, ждем, ждем, как это только возможно. Что же нам все остается-то делать, ждать. Ну да, соточку, видите, вот с подъемчика маленького, со спуска мы взяли. А вот идет уже подъемчик. Ну, такой маленький, затяжный подъем, вы видали, где у нас. Там в стороне Корнуковая, возле Елцов, там вообще так, где можно проверить максималку. Мы там большинство наших легковых разгоняем. Я думаю, туда можно и ПАЗик, и грузовую загонять. Может вообще какое-то дельное видео по этому поводу сделать. Ну, вообще, ну, горка просто там замечательная. Там можно все сделать. Продемонстрировать. Ну, все максималки, какие здесь только есть на машинах. Ну, кроме машин здесь ничего нет. Не знаю, может будешь им. Мопеды добавят какие-то. Тоже было бы неплохо, знаете, это. Ну, например, работа, доставка курьера, доставка пиццы курьером на мопеде каком-то или на скутере. Да, так. Все у нас есть и топливо. Или топлива нет, запчасти есть, ладно. Вот эту гирлянду из машин мы постоянно с вами обходим, да? Угу. Обходим. И трошки не по-правильному. Знак! Ёп! Попе! Поздно я заметил, и руль не вывернул. Он пока вывернется, ж дура, камаз наш понес. Вот поэтому еще один повод, почему я не хочу поворачивать камеру. Видите, повернул камеру, она вроде бы выпрямилась, но не успел полностью ты как-то внимание свое заострить на дороге. Не успел вовремя вывернуть руль. И оказался в знаке. В знаке Ведоватого. Там же вроде Ведоватого было написано. Ну да, это знак наследственного пункта. Вот так вот нас встретила наша любимая деревушка Ведоватого, конечно. Да. Спасибо за такой теплый прием лоб в лоб. Ну да, все, следующее у нас будет уже Серпов. А то как-то мелькают мысли, думаю, да все же, последнее село, следующее Серпов, Корнуково. Ну мы так, не заезжая в него мимо, проедем на повороте. Вроде сколько играешь, уже потихоньку запоминаешь. Где какое село находится, какая дорога, какой поворот, где горка. Так можно, конечно, если карта будет расширяться, наоборот, узнать что-то новое. Смотреть. И это тоже довольно замечательно. Познавать мир игры Мотор Депот. Особенно, когда этот мир, ну, расширяется. Ну, в новом обновлении, не знаю, будет ли что-то там с картами новое связано. Я думаю, возможно, может быть, мы этот вариант не исключаем. Возможно, что будет какой-то новый населенный пункт. Но деревушка маленькая, скорее всего, может, город. Ну, навряд ли город, скорее всего, поселочек, деревушка. Может быть. Может, Адрин как-то обновят там у него, вроде бы. Надо бы его просто пообновлять. Вот туда нам на Корнуково. Там горочка моя любимая. Да и тут, в принципе, горочка. Ну, КамАЗ мы с вами проверили. Здесь нет смысла выжимать из него какие-то прям соки. Что-то такое большое. Он, видите, и так уже на красной зоне он выдавливает из себя то, что невозможно выдавить, но он это выдавливает. Конечно, соляра поглощается с неимоверной скоростью. На Москве Чебом с вами за это время только половину бы даже не сосали из бака. А тут уже солярки нет. Я думаю, даже пока мы приедем, будет меньше половины. Поэтому всегда на грузовых машинах, ну, на КамАЗе точно, нужно возить с собой запасную канистру с топливом. Потому что здесь топливо, конечно, надо, надо, еще раз надо. Ну, извините, вот, никуда. Ну, застрянешь и все. Типа только телепортироваться в гараж, тратить заработок, ничего не заработать, уйти только в минус. Купил машину, да, потратил деньги, затюнил ее, потратил деньги, поехал, боже знает куда. Да, и все, бац, закончилось у тебя топливо, некогда ехать на таком КамАЗе замечательном, как у меня, ну, или, может, еще в каком-то закончилось топливо, да. И, бац, все, тебе приходится тратить 3000, минус еще 3000 и ехать в гараж, и ты ушел в полный минус. Купил КамАЗа 200 там тысяч, потратил тюнинг там 200, там, ну, еще 4000, может, там, 3000, еще минус 3000. Почти вот, несколько тысяч ты ушел, и ничего не заработал, а могу поехать в Адрин заработать 30 тысяч, да, да. Так, ну да, туда нам ехать, в складик, ничего не поменялось, ничего не поменялось, значит, гоним, что сказать. Ой, зеленый, замечательно, улыбается нам удача сегодня. Наши светофоры, зелененькие, люблю зелененький. Для автомобиля, я думаю, самое приятное, зеленый цвет на дороге, свет светофора, ну, и все такое. На вот таком вот замечательном КамАЗе. Ну, прокатимся мы на этом КамАЗе еще в некоторых видео, уже даже в новом обновлении, посмотрим, может, как-то его изменили, салон, посмотрим, возможно, салон здесь как-то преобразуется. Ой, да у нас тут зеленый, зеленый, удача нам прям сегодня улыбается. Почти. Ну, правда, ну, лучше бы я не говорил, ну, что я не скажу, постоянно уходит в минус, отлично, хоть набор запчастей есть. Ехать вроде так, тут 200 метров, ну, на КамАЗе. Что не говори, сказал, не попадем в аварию, сколько мы, раза три-четыре попали, получается, вот, в начале возле пути провода, там, значит, да, там, плюс здесь, там, ну, да, четыре раза, то ли не пять, где-то так, ну, я не помню, там, помню, у нас был на том участке возле ледоватого авария, не? Ну, можно пересмотреть, посчитать. Все, сразу все заглушим. Хочу поскорее уже закончить этот ролик. Бестолочь наш КамАЗ сегодня. О, все. Но красавец. Ставьте за него обязательно свой зверский лайк. Ну, что ж, большое спасибо, что досмотрели до конца, что уделили внимание такому прекрасному КамАЗу. Останяйте видео, комментируйте, ставьте лайки, ну, и не забывайте посещать новые видеоролики. Ну, меня звали Данил. Всем удачи, всем здоровья. Нажимайте на видео, которое видите на экранах, смотрите прошлое видео. Всем мира, всем здоровья, всем добра. До новых видео. Пока, 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 пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok